В Преамурии чуть не сгорела АЗС из-за неаккуратной жительницы села Паярково. Она решила высыпать залу за калиткой, где росла сухая высокая трава. Из-за загоревшегося сухостоя возникла угроза для стоящей рядом автозаправки. Спасли станцию вовремя прибывшие пожарные. Нарушитель заплатит штраф 10 тысяч рублей. Другие темы обсудим после анонса. Меня зовут Кристина Добровольская. Начинаем. Прорывы пятилетия. Губернатор Преамурия представил доклад, где рассказал о самых важных достижениях региона с 2018-го. Дорогу экономики. Главную магистраль областной столицы перекрыли на несколько дней ради международных соглашений. Как карта ляжет. Несовершеннолетние любители брать чужое обошли замки, чтобы обогатиться за счет компьютерной техники. Рекордами, перевыполненными планами, масштабными стройками и поворотом экономики на восток запомнилась прошедшая пятилетка в Преамурии. Итоги периода озвучил губернатор региона Василий Орлов в своем докладе. Глава области отметил, на развитие практически всех отраслей не повлияли даже сложные времена паводков, пандемии и частичной мобилизации. О самых главных прорывах и исторических событиях расскажет Екатерина Борисова. На путь безопасных и качественных дорог благодаря нацпроекту Благовещенск стал в 2019 году. Масштабный ремонт за четыре года пережили Ленина, Калинина, Воронкова, Горького, Мухина, Театральная, Василенко, Виадук на Загородной. Причем подход к преображению комплексный вместе с реконструкцией коммунальной инфраструктуры. В 2022-м Преамурия поставила рекорд по ремонту дорог – 460 километров. С 2018-го подрос и дорожный фонд в 4,5 раза. В ближайшие два года планируем закончить работы по улицам Мухина и Горького, а также планируем провести ремонт улиц 50 лет октября, октябрьских, и завершить ремонт театра. В 2018-м году в нормативном состоянии у нас в Благовещенске было 60% дорог. Сегодня уже 80%. В следующем году доведем этот показатель до 85%. Позитивная динамика и в строительстве жилья. За четыре года в регионе ввели в эксплуатацию около миллиона квадратных метров, перевыполнили план на 25%. Благоприятным прорывом стал 2022-й. В Преамурии построили рекордные 378 тысяч квадратов. Дальше власти настроены наращивать объемы. За первый квартал 2023-го возвели уже на 29% жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдали 107 разрешений на строительство 750 квадратных метров до 2027-го. Также определили 16 площадок с потенциалом застройки больше, чем на 2 миллиона квадратов. Причем к ней нашли новый подход. Перспективным для нас направлением является комплексное развитие территории, когда вместе с жилыми динами строится вся инфраструктура для комфортной жизни. Сейчас определены 7 площадок для комплексного строительства. По двум из них блоговещенская работа уже началась. Четыре площадки в центре города планируем предложить застройщикам реализоваться и в этом году. Еще одна площадка на берегу Екизе рассматривается вместо. Помимо жилых квадратов в регионе возводят крупные объекты транспортной инфраструктуры. В прошлом году стартовала работа над новой взлетно-посадочной полосой аэропорта, который сможет принимать самые тяжелые самолеты мира. Расстроится и сам комплекс аэровокзала. 2022-й также прославился международным историческим событием – открытием моста через Амур. Движение по нему началось прошлым летом, и с этого момента по мосту проехало уже более 30 тысяч грузовых автомобилей. Грузопоток будет расти, поэтому для нас важно дальнейшее развитие примостовой инфраструктуры. В этом году будет построен таможен-логистический терминал «Каникурган». Ведется строительство постоянного пограничного пункта пропуска. Еще один крупный проект предмостовой зоны – так называемый «Сухой порт». Это многофункциональный логистический центр. Эти проекты позволят Преамурию развернуть экономику на восток. Ранее такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Также глава региона отметил, при поддержке местных инициатив в области успешно реализуется программа инициативного бюджетирования, которая изначально была рассчитана только на сельские территории. Но в рамках проекта в отдаленных районах Благовещенска, Белогорье и Садовом преображаются культурные и спортивные объекты. Кроме того, что в области реализуются программы федерального уровня, область инициирует новые направления региональных мер поддержки. Причем, что характерно, работы ведутся не только в крупных городах, это также касается неотдаленных территорий. Что касается города Благовещенска, конечно же, хотелось бы отметить беспрецедентную помощь правительству Амурской области, губернатора на мероприятия, которые идут в городском хозяйстве. Это и строительство дорог, это и переселение из ветхого аварийного, это и программы в области демографии, в области образования. На комплексное развитие практически всех отраслей региона не смогли повлиять даже несколько тяжелых факторов. С 2018-го при Амуре столкнулась с двумя паводками, пандемией, частичной мобилизацией в рамках специальной военной операции. Сначала последней проработали больше 30 мер поддержки для участников СВО и их семей и взяли шество над Амфросиевским районом ДНР. Подписать соглашение на общую сумму больше полутора миллиардов рублей, которые в дальнейшем позитивно скажутся на развитие региона, планируют в рамках международной экономической выставки. Амур-экспо-форум 2023 открылся сегодня в Благовещенске. В этом году впервые после трехлетнего перерыва форум проходит в очном формате. Он стал выездной площадкой ВФ-2023. Выставка собрала больше полутора тысяч участников из разных регионов России и Китая. Для гостей подготовили обширную деловую программу, сессии, мастер-классы и круглые столы. Мероприятие такого формата позволяет каждой стороне достойно представить свою продукцию, свои идеи, свой потенциал. Кроме этого, привлечение инвестиций тоже немаловажно. Город Благовещенск в сегодняшний день в рамках нашего стратегического развития одно из ключевых направлений – это развитие туризма. Но, конечно, туризм с приграничной страной – это внешний туризм, это внутренний туризм. Создание инфраструктуры для туризма, создание дополнительных производств, создание отелей, гостиниц, общественного питания, общественного транспорта, дорожно-уличной сети – все это тот самый мультипликативный эффект, который как раз-то будет исходить из этого взаимовыгодного сотрудничества. Амурский область, я бы сказал, стал поистину самой такой очень большой, очень влиятельной площадкой для стимулирования сотрудничества между регионами Китая и России. И тут представлены многочисленные регионы Китая, тут представлены помимо Амурской области и другие регионы Дальнего Востока России. И даже есть представители из Европейской части России, тоже принимали участие в этом форуме. Поэтому я считаю, что действительно это очень будет важным мостом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Больше всего участников в категориях «Бизнес-экспо» и «Прот-экспо». На площадке АЭФ свою продукцию и услуги представляют как крупные корпорации федерального значения, так и индивидуальные предприниматели. Посетить АЭФ в этом году жители гостей областной столицы могут и вечером. Фудкорт и концертная площадка будут работать до 22.00. Международное событие внесло некоторые коррективы в дорожное движение на Ленина. Отрезок магистрали между Шимановского и Театральной временно перекрыли. Ограничение повлияло на движение семи городских автобусных маршрутов. Это кольцо, четверка, девятый, одиннадцатый, двадцать восьмой, тридцатый и тридцать первый. С привычных схем они уходят на Шимановского-Зейскую, Театральную и далее движутся по маршруту. Подробную схему получится найти на tv-город.рф и в наших социальных сетях. Восстановят движение с 23.00 28 мая. Несовершеннолетние благовещенцы похитили компьютерной техники на полтора миллиона рублей. Задержали четверых подозреваемых городские полицейские. 13 видеокарт пропали из подвала дома на 50-летие октября. Во время осмотра места происшествия стражи правопорядка установили. Злодеи в ночное время повредили навесной замок и проникли в помещение. Как выяснилось позднее, один из похищенных видеоадаптеров продали в ломбард. Дальше полицейские выяснили, кто принес туда краденое и вышли на злоумышленников. Оказалось, к совершению кражи в особо крупном размере могут быть причастны четверо несовершеннолетних благовещенцев. Большую часть украденных видеокарт они реализовали через сайт объявлений. Сейчас подозреваемые под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжаем. Медаль за заслуги перед Благовещенском вручили поэту и писателю, чье творчество пронизано любовью к нашему краю Игорю Игнатенко. Об этом в своем телеграмм рассказал мэр Олег Амамеев и поделился видео со стихотворением автора. Летал я много, ездил много, ходил пешком в стране родной. И оказалось, что дорога всегда ведет к себе, домой. По рекам плавало озерам, качался на волне морской. И открывалось снова взору дороги, что ведет домой. С людьми сближался в дальних странах, но был везде и всех чужой. И оказалось, как ни странно, дорога тянется домой. И вот я здесь, встаю и плачу, качая бойко головой, сквозь неудачи и удачи, дорога привела домой. Предназначение свыше строго в суть разрешило заглянуть. Ночью трубить в свой урок дорога. Звезды с дома, новый путь, и я вернусь сюда еще. Бегали каракатицы, носили воду, орудовали клюшками. Самую сильную, ловкую и спортивную семью выбрали в Благовещенске. За право носить звание самой спортивной боролись 9 семейных команд областной столицы. Вы самый лучший пример в развитии физической культуры и спорта. Такие мероприятия объединяет, заряжает и, самое главное, оздоравливает семейные отношения. Я искренне желаю вам получить море эмоций, проявить себя. И самое главное, у вас появится еще один повод гордиться друг другом. Для сборных организовали семь испытаний. Они были веселые, но в то же время позволили продемонстрировать ловкость, смекалку, силу. Во время состязаний семьи бегали каракатицей, катали мяч и клюшками, носили воду ложками. В итоге самой спортивной оказалась семья Кудиновых, которая уверенно лидировала на всех этапах состязания. Вообще соревнования провели в рамках спортивного семейного фестиваля. Организовать его предложил мэр столицы Преамурья Олег Имамеев. Посмотреть музыку предложили Благовещенцам. Развернули в Кровеческом музее экспозицию в честь Центрального военного оркестра Минобороны страны. Коллектив, который активно гастролирует по Дальнему Востоку с 1939 года, порадует поклонников из областной столицы и в 2023-м. Поучаствует в первом международном фестивале «Виват Амур». Познакомиться с их историей и музыкальными буднями можно до 25 июня и в следующем сюжете. «Виват Амур» «Виват Амур» «Виват Амур» «Виват Амур» Свой оркестр соберут музыканты Благовещенской кавер-группы «Сон Менделеева». В Пушкаревке представят зрителям новую программу, где исполнят знакомый всем поп и рок в необычной обработке. О том, где еще можно провести выходные, расскажем в анонсе. В 9 утра на амфитеатре набережной проведут зарядку с чемпионом. Размяться предлагают в рамках Амур-экспо-форума. В полдень спортивные развлечения продолжатся. Там же на набережной Амурская областная библиотека приглашает присоединиться ко всероссийской акции «Бегущая книга». Пробежку дополняют викторинами, интересными фактами и подарками. Любителям музыки точно стоит отправиться на квартирник. Его в Пушкаревке дает благовещенская кавер-группа «Сон Менделеева» и струнные исполнители «Мьюзик Соу». В это же время в детской областной читальне стартуют библиосумерки. В программе спектакль, мастер-классы, шоу «Летающие сахарной ваты», дискотека с героями мультфильмов и фаер-шоу. Поймать карпа предлагают благовещенцам в Белогорье. Из-за ядлых удильщиков приглашают стать зрителями чемпионата областного центра по рыболовному спорту. В это же время другие водные развлечения. В бассейне «Надежда» разыграют кубок Благовещенска по мини-водному полу. Любители мистики ждут в подвале Краевеческого музея. В пять вечера там проведут темный квест. Нашим телезрителям, которые решат провести дождливые выходные у экранов, тоже будет чем заняться. В субботу в 20.00 новый выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Клевер». Отвечайте на вопросы вместе с нами, пишите комментарии под выпусками в социальных сетях и советуйте, кого в следующем позвать в гости. На этой неделе приглашенным игроком стал городской предприниматель Александр Пузиков. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok